Что ж, добрый день. Сегодня у нас вебинар на такую тему, как «Почему одни страны богатые, а другие бедные?». В частности, будем сегодня говорить про дань. Что мы будем рассматривать? Мы будем рассматривать не какую-то совсем уж конкретную, такую детальную вещь, как «А вот почему вот это было сделано и сколько это дало денег?», а вот конкретное вот это решение. Нет, 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 нет. Цель не в том, чтобы копаться в неких деталях, в неких цифрах, иначе мы закопаемся на очень долго. Нет, цель в том, чтобы описать общую характеристику некого государства, некой страны, дать вводные и объяснить, попытаться объяснить, как развивались те и иные процессы, которые привели страну к тому состоянию, в котором она находится на данный момент в Риме. И что там конкретно сейчас происходит. То есть здесь не будет рассматриваться, а вот такая-то компания ТОТО, ТОТО компания этот. Потому что задавался после предыдущего вебинара, уже после него, под записью вопрос конкретно, а вот в Швеции вот какие компании. Цель этих вебинаров, все этого цикла вебинаров по природу богатства наций не в том, чтобы разобрать какие-то компании. На самом деле даже очень крупные компании в масштабах тех стран, где они базируются, банально теряются. Здесь цель несколько другая ставится. Итак, что мы знаем про Данию? То есть перейдем к нашей Дании. По сути дела, это последняя страна из так называемых скандинавских, которые мы рассматриваем. А почему так называем? Потому что в этом цикле рассматривалась еще и Финляндия, которая по-хорошему в Скандинавию, в общем-то, не относится и никогда не относилась. Но традиционно принято сейчас в последнее время называть ее тоже частью Скандинавии, хотя это не совсем правильно. По крайней мере, исторически это было далеко не так. Дания по своим масштабам, в общем-то, это, наверное, вторая страна Скандинавии. А в историческом плане, ну, наверное, та страна, которая имела наибольшее влияние как на весь регион, так и в целом на Европу, как это ни странно. Что мы знаем про Данию? Ну, в общем, у нас принято считать, Дания хорошая, богатая страна. Да, это так. Давайте несколько опишем, ну, то есть дадим такую минимальную характеристику объекта исследований, скажем так. ВВП по паритету покупательной способности Дании на 2020 год по оценке Международного валютного фонда 343,2 миллиарда долларов. Цифра вроде бы не такая уж и большая, но это 52-я экономика мира. Да, это там не 10-е, не 20-е, то есть тут 20-е, оно не уходит, далеко от них. Но учитывая, что в мире почти 200 стран, это довольно круто. Если же мы посмотрим на численность населения, то оно довольно невеликое. Это всего лишь 5 миллионов 642 тысяч, опять же, по оценкам, которые публикует Международный валютный фонд на 2020 год, на начало 2021 года. Это 114 место в мире, то есть чуть ниже среднего. Вот если мы поделим друг на друга два этих показателя, то мы получим ВВП на душу населения, опять же, по паритету покупательной способности, в районе 55 864 долларов. Это довольно, ну, даже кажется, довольно неплохой показатель, действительно, это очень хороший показатель. Это 19-й в мире. Это не Швеция, которая имеет 16-й показатель в мире. Это чуть-чуть меньше, но это все равно гораздо выше среднего, потому что средний ВВП на душу населения в мире где-то 18 тысяч долларов. Это, опять же, все по паритету покупательной способности. То есть мы здесь видим цифру почти в 2,5 раза выше. То есть что это значит? Это значит, что среднестатистический датчанин живет в 2,5 раза богаче, лучше, качественнее, чем среднестатистический житель с планеты Земля. Согласимся, это довольно неплохо. Соответственно, надо понять, как Дания, по-хорошему, довольно небольшая страна, смогла этого добиться. Если мы посмотрим на карту, а, в общем-то, нам для начала надо разобраться, действительно, с предметом. То есть о чем мы говорим. Тут Дания, ну, практически большая ее часть, это часть полуострова на севере Германии. То есть полуостров, такой полуостров. Европа сама полуостров, да, тут еще полуостров полуострова. Да, это большая часть этого полуострова, который называется Ютландия. Самая южная часть Ютландии, это принадлежит Германии, а большая часть этого полуострова принадлежит Дании. И это целая череда островов, которые в основном находятся все-таки уже за пределами Северного моря. То есть, грубо говоря, полуостров прикрывает острова от Северного моря. С одной стороны, это кажется довольно плохо, потому что Гольфстрим доходит до Ютландии, он, в общем-то, кое-как доходит. Он согревает ее и вроде как дальше не идет. Нет, он на самом деле огибает немного. Ну, в общем-то, на территории Дании, на территории этих островов, в частности, Зеландии, он теряет свою силу. И Балтику дальше он уже не согревает. Что создает определенный климат, соответственно? То есть, несмотря на то, что Дания, мягко говоря, северная страна, там довольно мягкий климат за счет того, что нет сильных морских течений, а те воды, которые до него доходят, они теплые. Это создает мягкий, ровный, теплый климат. Зима достаточно щадящая, лето продолжительное и довольно ровное. Если мы посмотрим на географическую карту, мы увидим довольно любопытную вещь. Что Дания, ну, это страна равнинная. Мы видим вот эти вот относительно такие более бледные кусочки. Это небольшие горы, даже не горы, это некие взгория. То есть, это явно не Альпа, это, ну, что-то там, какие-то холмы, сопки, да, в полноценных горах, прям таких серьезных, горных хребтах, да, не говорить вообще не приходится. Если мы посмотрим на остров Зеландия, где находится, как раз, столица, тут вообще, как бы, гор нет, одно ровное, одно ровни. Что уже нас наталкивает интересную мысль. Подождите, а получается мягкий климат, достаточно тепло, относительно тепло, ровная смена сезонов, много равнин, нет гор. Это же идеальное место для сельского хозяйства. И да, Дания, вот типичный ландшафт Ютландии, в частности, да, в общем-то, и остров Фиун, и остров Зеландия, они будут выглядеть примерно точно так же. Некие озера. Раньше, в древности, было достаточно большое количество болот. Потом постепенно человек, такое существо, которое преобразовывает реальность вокруг себя, соответственно, люди тоже эти многие болота осушили и превратили в достаточно такие угожие земли, скажем так. То есть, это какие-то пастбища, в основном пастбища, это пашня, для выращивания всевозможной пшеницы и так далее и тому подобное. И вполне несложно предположить, что сельским хозяйством в Дании все довольно неплохо. И да, мы о нем будем говорить чуть подробнее дальше. В любом случае, как бы, фиксируем. Дания – это территория достаточно подходящая для такого размеренного сельского образа жизни. То есть, довольно несложно здесь вести сельское хозяйство, что-то выращивать, добывать себе пропитание. Более того, Дания – одна из самых лучших стран мира для сельского хозяйства. Почему? В этом плане она чуть ли не уникальна. У нее 64% ее территории, то есть почти две трети, пригодны для сельского хозяйства. Это, мягко говоря, даже в Германии такого нет, во Франции такого нет. То есть, больше было две трети территории страны, пригодны для того, чтобы там что-то выращивать, возделывать, кого-то попасать и так далее. Это дает хорошие результаты. Мы о них будем говорить. Ну, одним сельским хозяйством, ну, как бы, хорошо, да, ты построишь себе пару деревенек, значит, будете что-то там выращивать, пахать, собирать урожай, себя вы прокормите. Ну, на этом какую-то цивилизацию, культуру, да, базу можно построить, но дальше вам нужны какие-то другие материалы, ресурсы, надо что-то строить. С лесом все довольно неплохо в Дании. Было. Сейчас, вроде, тоже постепенно становится получше, но когда-то Дания была вообще покрыта руколесами. Но одним лесом, как говорится, сыт не будешь, да, то есть, а из чего делать орудие труда, из чего делать оружие, которым ты будешь защищать себя. В первую же очередь, оружие делается для того, чтобы себя защитить от других таких же классных пацанов, да, которые придут и просто заберут тебе твою землю. То есть, все это такая определенная проблема. Если у вас есть только все условия для сельского хозяйства, исключительно 100% к вам вот завтра придут классные ребята в хороших доспехах, с хорошими копьями и мечами, и просто-напросто обозначат, что теперь они вас крушут. И все, вы им платите Данию. Извините, так устроен мир. Дании несколько повезло. У нее все-таки на полуострове Дютландия есть вот высочайшие горы Дании. Простите, это не настолько серьезно, как говорится. Тем не менее, эти горы богаты природными ресурсами, в частности, железом. Дании, как и Швеции, в общем-то, повезло с базовыми ресурсами, которые позволяют построить и цивилизацию, и уже более-менее современное, хотя по средневековым меркам, государство. Соответственно, у нас что имеем? Неплохо с едой, значит, у нас будут люди, сытые люди, здоровые люди, и у нас неплохо со стратегическими ресурсами. Отлично. На этом можно уже работать. Вот с этим можно конкретно работать. Ну и начинается веселая история Дании с завоевания викингов. Ну, я бы сказал несколько иначе. Давайте попробуем вспомнить с вами Шекспира, как там было в Гамлете, что что-то прогнило в Датском королевстве. Почему Шекспир, английский автор, пишет про Данию и про датчан? Ну, он вообще про итальянцев еще писал, но такая вот скандинавская тематика, да, датская тематика, у него проскальзывала регулярно. Ну, для начала надо поговорить про самих викингов. Почему викинги где-то с 8 века начинают набеги со Скандинавии, своей достаточно холодной территории, на другие части Европы? Проникают очень глубоко в Русь древнюю, доплывают аж до Бизантии. Там нанимаются в качестве наемников, захватывают юг Италии. Англию вообще всю вдоль и поперек разграбили. На севере Франции образовалась такое графство Нормандия, да, то есть это территория норманнов. Ну, надо понимать, что в 8, 9, 10 веке никаких шведов, датчан, норвежцев в принципе не существовало. Были норманны, так называемые. Что сподвигло этих людей на подобные набеги? Ну, как, у нас же вроде бы все есть. У нас есть еда, у нас есть оружие, мы можем идти. Кого-то завоевывают. Зачем? Да, то есть, как бы, а зачем кто-то идет завоевывать чужие территории, завоевывать другие народы, грабить другие народы? Наверное, от того, что им плохо живется? Может быть, может быть, им тесно? Вот, самое главное, им тесно. Дело в том, что Дания, территория Дании, в самом себе не такая уж и большая. Там до сих пор-то живет не так уж и много людей. По современным меркам это небольшое население. Ну, раз у вас все хорошо с едой, у вас все будет хорошо с численностью населения. В средние века такой сильный диспропорции, например, между Данией, например, и Англией по численности населения, как сейчас. Ну, сейчас в Англии же проживают людей в 12 раз больше, чем в Дании. Разница большая. В средние века такой большой разницы не было. Но самое главное, о другом. У вас, грубо говоря, вы владеете некой землей, вы эту землю как-то возделываете, себя кормите. У вас народилось там условно говоря три сына. Хорошо, вы по, скажем так, средневековым обычаям, в общем, по стандартным древним обычаям передадитесь землю старшему сыну. А средние и младшие, они чем будут заниматься? Им куда? А они выживут. Потому что у вас с едой более-менее все неплохо. Соответственно, я говорю к тому, что в Скандинавии, где-то ближе к 8 веку, сформировалась такая ситуация, когда вроде бы как и с землей все хорошо, и с едой все хорошо, и с какими-то базовыми ресурсами. А технические пределы, технологические пределы этих территорий были исчерпаны. То есть, людей на этой земле было больше, чем эта земля могла по-настоящему нормально содержать. Образовалась целая масса, целая прослойка так называемых, ну, то, что можно сейчас назвать, лишних людей для этой территории. Им надо было как-то куда-то там, значит, идти. Ну, безусловно, поначалу все это в 7 веке, например, приводило к бесчисленному количеству междоусобных войн. То есть, один род на другой род. Ну, что вы этим сделаете? Ну, максимум кусочек земли себе отберете. Не более того. То есть, да, начинаются некие процессы централизации государства. То есть, какого-то централизованного государства на этой территории не было. И, конечно же, из-за локального перенаселения это приводило к определенным неприятным процессам, постоянным столкновениям. И, соответственно, запускало процесс того, что рано или поздно кто-то должен был объединить под своим командованием все эти территории. Но этот процесс очень долгий. И, естественно, что кто-то в таких ситуациях обычно начинает искать лучшие доли где-то за пределами своей привычной территории. Своего привычного реала. Это так всегда происходило с кочевниками в Великой степи Евразийской. То есть, на Скандинаву им произошло ровно то же самое. И часть вот этих вот, условно говоря, людей, которым нет места на своей родной территории, они, безусловно, конечно же, пошли смотреть, а что есть по соседству. Они приплыли во Франкию, в Англию и увидели такое, чего у себя не видели. Они думают, что они неплохо живут, а там на остатках, на руинах Римской империи построено такое. И уровень богатства, личного благосостояния прям замечательный. В общем, тут все сложилось. При этом эти ребята плохо воюют и не могут ничем парировать эти набеги, потому что вы плывете на самом Дракаре, плывете, смотрите, ага, вас тут хотят перехватить. Вы плывете дальше и просто по морю быстрее оббегаете этих, нежели все эти замечательные всадники или пешие воины пытаются вас перехватить где-то. Ну, потому что дорог-то не было толку. Соответственно, вы просто фигура здесь, фигура там. Появились там, где захотели, быстренько грабанули и вернулись к себе. Бизнес стал очень прибыльным. И, соответственно, на достаточно продолжительном промежуток времени в Скандинавии сложилась набеговая экономика, то есть грабежи и так далее и тому подобное. Но не только этим все происходило. Скандинавы в том числе и колонизировали некоторые земли. В частности, они колонизировали Исландию, потом Гренландию. Тут, кстати, любопытный момент. Гренландию изначально заселили люди, приплывшие из Норвегии. Но потом почему-то так сложилось, что Дания теперь владеет Гренландией. То есть Гренландия – это часть Дании. Почему так? Тут нужно понимать очень такой важный момент, что начало этих вот набегов викингов приходится на климатический оптимул. То есть в мире стало очень тепло. Теплее, чем сейчас, кстати. То есть доходило до того, что скандинавы, доплывавшие до Северной Америки, то есть используя Гренландию как перевалочную базу или базу подскока, назовем это так, доплывали до современной Канады. В частности, они доплывали до острова Ньюфаунд. И там есть обнаружены, скажем так, следы их каких-то опорных пунктов. Так вот, в скандинавских сагах Ньюфаундленд назывался Винланд, что означает «страна винограда». То есть там рос виноград. Но вы сейчас попробуйте отправиться в Ньюфаундленд и рассказать местным жителям о том, что, вы знаете, вот там в X веке, в XI веке на этой территории здесь рос виноград. Ну, от обиды вас могут избить, потому что сейчас в Ньюфаундленде никакого винограда не растет, даже если вы пытаетесь применить современные супер-ультра-навороченные технологии аграрные. Там порасти не будет, для него там слишком холодно. А вот тогда он рос. То есть представьте себе, насколько было тепло. И не забываю, что средневековая экономика, она вся, в общем-то, основана на сельском хозяйстве. То есть сугубо аграрная экономика. Если тепло, если хорошо, светит солнышко, урожаи, особенно в северных широтах, будут замечательные. Это залог этого экономического базиса, всей этой набеговой экономики. Это дало всплеск населения. Ну, это просто, например, такое очередное подтверждение тех слов о том, что в Скандинавии было локальное перенаселение. И, естественно, эти люди пытались найти другие места, куда можно было бы поселиться. И образовалась такая штука на территории современной Англии, как Данеллоу или Данеллак. По-староанглийски, если я не ошибаюсь, будет действительно Данеллак. Зона датского права. Ну, тут, конечно, на этой карте ее территории довольно велики. Она была все-таки чуть поменьше. Что это было? Представьте себе английский остров. Остров. Британские острова. Территория современной Англии. И примерно половина этой территории, то приезжают люди из Дани. Они не просто приезжают грабить. Поначалу они приезжали грабить, а вслед за ними начинали приезжать. Женщины, дети. И они тут, бац, начинают что-то рубить лес. Какие дома себе ставят. Образовывать какие-то общины коммуны. Огораживаться. И говорить, что теперь я здесь живу. То есть, они просто туда сиделись. Они банально, люди из Дани, переселялись в Англию современную. Потом, конечно, сложилась очень интересная ситуация, когда Дания сформировалась как единое государство окончательно. Эта территория, себя все-таки, скажем так, люди, жившие здесь, хотя они уже не видели Дания, они на этой территории родились. Они все-таки считали, что мы датчане, мы вот там вот, мы подчиняемся тому королю, значит, мы англичанам никаких налогов платить не будем, а датскому королю будем платить. Ну и доходило до смешного, что уже после объединения Англии, уже после завоевания Вильгельма, тоже тот еще француз, да, Вильгельм, бывший из Франции, завоеватель. Ну, то есть, тоже потом из скандинавов какой-то. Объединив всю Англию, в общем-то, постепенно они начали поджимать под себя вот эту Дан-Э-Лаг территорию. Она долгое время существовала как некая автономия, то есть, там действовали свои законы, свои правила. Ну, постепенно, постепенно все-таки это перемалывалось более современным, более централизованным государством. В то время как у Дании своих проблем, скажем так, хватало, своя собственная централизация, а там еще какая-то колония за островами, ну, за морем. Сложно. Технологически государством той эпохи это было сложно контролировать. И неизбежно все-таки постепенно Дан-Э-Лаг исчез и влиться полностью уже в ту Англию, которую мы знаем сейчас. Но разве этот процесс был односторонним? Отменить. Влияние этого самого Дан-Э-Лаг на современную Англию, даже современную ныне, оказалось неимовернейшим. Это прослеживается даже в языке. То есть, гигантское количество бытовых слов, определяющих, которые используются в быту, то есть, не языка, знать, то есть, не тех слов, которыми пользуются исключительно образованная знать, а тех слов, которыми пользуются простые крестьяне, простые люди в повседневном обиходе. Нож, грязь, хлеб. Они в английском языке до сих пор являются датскими. То есть, они происходят из датского языка. Ну, из старогерманского, по большей части. Но вот именно из того языка, который потом со временем превратился в современный датский язык. Соответственно, и происходило гигантское культурное влияние. В итоге это сложилось к нам в то, что современные англичане, в общем-то, не делают разницу между собой, и скандинавами. То есть, там, норвежцами, датчанами, шведами. Они их воспринимают, ну, по-хорошему, точно так же, как, ну, почти как они сами. В принципе, если так посмотреть на взаимоотношения англичан со скандинавами в XIX веке, то может сложиться четкое представление о том, что англичане, тем же самым шведам и особенно датчанам относились лучше, чем к ирландцам. Намного лучше. То есть, ирландцев они не считали за своих. Шотландцев тоже как-то какие-то они там странные, в югах бегают вообще какие-то странные люди, да. А вот датчане, шведы, ну, а что, ну, в общем-то, как и мы. А что это дает? Это дает самое главное. Это дает тебе приоритетное отношение в торговле. То есть, одно дело, ты договариваешься с каким-то чужаком в торговле, а другое дело, ты договариваешься с человеком, который тебе культурно близок и даже говорит с тобой практически на одном и том же языке. А староанглийский и староанглийский, там, предшественник Минишнам Тацкого, это практически один и тот же язык. Два ногу. То есть, они даже друг друга понимали. Довольно неплохо. И несложно догадаться, что в то время, когда Британская империя стала той самой империей, да, скажем так, она, естественно, контролировала гигантский рынок сбыта. Самый большой рынок сбыта, который можно себе вообразить. Это рынок сбытов, измеряемый примерно половиной человечества Земли. Доходило в какой-то момент времени до того, чтобы половина населения Земли были подданными британской коробой. Есть маленькая Дания, которая имеет выход на этот рынок. Причем в приоритетном порядке. То есть, она спокойно может выходить на рынки Индии, Америки. Это очень круто. Это невероятно круто. Естественно, это дает большие преимущества и позволяет, он снимает довольно неплохую прибыль. Но Дания все равно оставалась долгое время такой достаточно аграрной территории. То есть, если Швеция в 19 веке могла войти в конце 19 века вскочить на индустриальные рельсы, Дания, там все это происходило гораздо сложнее. Ну, что, соответственно, нас подводит к главному залогу богатства Дании. Это сельское хозяйство. То есть, с едой здесь всегда было хорошо. Настолько хорошо, что археологи уверяют, что еще до нашей эры на территорию современного Ближнего Востока поставлялась продукция с территории современной Дании. Причем такая, сырые. Они это определили по остаткам, которые оставались в неких амфорах, кувшинах и так далее. То есть, оттуда поставляли даже на Ближний Восток до нашей эры еще. То есть, эти территории всегда были достаточно неплохие для... Не то, что неплохие, а просто замечательные для неплохого сельского хозяйства. Причем, обратите внимание, речь идет о мясомолочной продукции. И да, основным залогом Дании, ее, скажем так, основным фактором ее сельского хозяйства основным элементом, извиняюсь за выражение, является именно животноводство и мясомолочная продукция в средине коров. И, соответственно, либо непосредственно на убой на мясо, либо подоить молочко и, соответственно, произвести некий продукт. Молоко, сыр, масло, в первую очередь масло. То есть, датское масло, оно издревле в Европе. Ну, простите, это же аграрное общество. Как на этом построить? Мы же знаем, что все страны достаточно богатые, они поголовные, индустриальные. Подождите. Все сейчас будет. Если у вас есть все условия для сельского хозяйства, достаточно неплохие условия, то, значит, при развитии этого сельского хозяйства у вас есть запрос на интенсификацию и развитие производства орудий труда для сельского хозяйства. Это определенный механизм двигателя прогресса. То есть, вам надо произвести какой-нибудь плуг, потом телегу, потом еще как-нибудь. И таким образом мы доходим постепенно до трактора. У Дании ровно так все и происходило. У Дании есть необходимые ресурсы для того, чтобы производить орудия труда. И есть то, куда эти орудия труда применять. Все складывается. Дания начинает создавать в 19 веке свою аграрную промышленность. То есть, промышленность, которая обслуживает исключительно аграрный сектор. Что довольно-таки на самом деле странно, потому что обычно если страна имеет очень хорошие условия для сельского хозяйства, прямо идеальные, а Дания близка к ним, то таких, скажем так, обществ особо не возникает потребности в том, чтобы использовать научно-технический прогресс и двигать научно-технический прогресс для улучшения урожайности, для производства большего продукта на продажу. В Дании так не сложилось. Почему так? Почему там получилось наоборот? Почему Дания стала создавать все необходимую инфраструктуру, пытаться, по крайней мере, создавать промышленную, индустриальную инфраструктуру для обслуживания собственно сельского хозяйства? А все дело в том, как формировалась Дания. Да, она в какой-то момент стала централизованным государством, где есть король, но король не был собственником этой всей земли. Это десятки, сотни и тысячи мелких собственников, на которых опирался тот или иной король. То есть, в общем, централизация Дания стала возможной из-за того, что кто-то смог объединить самое большое количество этих землевладельцев, например, что землевладелец среднего века это до времена воин. То есть, он-то сам эту землю не возделывает. Ее возделывают какие-нибудь его сербы. И ему нужно было опираться к будущему королю Дании на достаточно большое количество этих мелких землевладельцев. Хорошо, они помогли ему стать королем. Значит, мы можем отобрать часть земель у наших конкурентов, тех, кто не поддержали нашу партию, условно говоря. Да, это тоже было. Но не совсем все так однозначно получалось. Потому что хорошо, вот есть некий уважаемый человек, он владеет неким куском земли, вокруг него кусками земли владеет такие же уважаемые, как он, которые поддержали одну и ту же партию. И ему как бы хотелось бы больше земли, земли, но эта земля может достаться в другом конце страны. Что он делает? Он говорит, хорошо, я заберу, и эта земля условно отойдет моему младшему сыну. То есть, вроде бы, да, одна семья, но это уже разные братья. И в итоге за счет этих схем получилось так, что вся Дания превратилась в некую мозаику, где землей, которая является основой экономики, владеют мелкие феодалы, мелкие землевладельцы. И они все, вроде бы, как входят в единую свиту, в единую опору короны. Если король захочет задавить кого-нибудь из них, другие тоже скажут, подожди, ты сейчас этого задаешь, а потом нас? Не, так дело не пойдет. То есть, они, может быть, друг друга видели в гробу. В общем, так оно и было. Не может быть отточено. Но позволить некой централизованной власти давить каждого по отдельности тоже не позволяли, потому что мы следующие, как говорится. В итоге в Дании ближе к индустриальной эпохе сформировалась такая ситуация, когда нет крупных владифундистов, крупных землевладельцев, владеющих всей большой землей, с которой можно получать просто сумасшедшую совокупную прибыль, не задумываясь о том, что с этой землей происходит. Это тысячи достаточно таких средних землевладельцев. Каждый из них может получить достаточно неплохой доход, который будет его кормить с этой земли, но увеличить ее он тоже не может. Да, была когда-то там эта набеговая экономика, набеговая экономика действительно тебя богаче не делает. Она какие-то побрякушки приносит, не более того. А именно настоящее богатство она не приносит. Если только ты не захватываешь непосредственно ту территорию, куда ты совершаешь набеги. А набег взял какое-то излишнее богатство, красивые ковры, кувшины, золотые изделия, красивых женщин, пару коров. Все. Пару коров сделали тебя чуть-чуть богаче. С этого можно получать дальше прибыль. Все. Это все, что может тебе дать набеговая экономика. И за счет того, что вот эти мелкие собственники, по-хорошему действительно это мелкие, ну ладно, займем их средние, хотят получать большую прибыль, но не могут сделать это экстенсивным способом, то есть расширением своих угодий, своей кормовой базы. Они вынуждены были создавать запросы, вкладываться в то, чтобы попытаться увеличить производительность своей земли. То есть это мощнейший запрос на индустриализацию и новые технические методы. Да, тут к этому времени уже подоспела аграрная революция, которая случилась в Англии. Дания, имея очень тесные связи с Англией, очень быстро увидела эту аграрную революцию, увидела ее плоды и тоже стала к себе применять. Сначала удобрения, это дало первый прирост, то есть соответственно уже возрастает у нас производительность и доход с этой земли, который позволяет сформировать определенный излишек, накопление, на которые можно уже направить этот капитал на формирование некой индустрии. Да, мы сейчас не можем себе представить, что Дания какая-то промышленность, но когда мы, например, с вами смотрим гольф, условно говоря, или там запись какого-нибудь передачи про гольф, вы можете обратить внимание, они там ездят на машинках таких вот небольших, электромобильничках. Чаще всего это машинки, собранные в Дании. Когда мы приходим в какой-нибудь парк современный, мы видим, как службы этого парка ездят на таких электромобильничках на 4, на 6, на 8 человек. Они тоже в основном сделаны в Дании. Либо собираются по датским лицензиям, либо непосредственно это делают датские компании. Вполне определенная датская компания. Удивительно, не правда ли? То есть, вроде бы такая вещь, да, думаешь, что это такое, откуда, мы не обращаем внимание, а это вот, пожалуйста, это тоже результат вложений в аграрную промышленность, в промышленность, обслуживающую аграрный сектор. Соответственно, Дания производила собственные трактора, сейчас уже нет, сейчас это в основном немецкие компании, но со старым датским капиталом, то есть, произошло слияние датских компаний промышленных с немецкими компаниями. Это, конечно, все прекрасно, все замечательно, но на базе сельского хозяйства датчане создали и бизнес, основанный на продукции с высокой добавочной стоимостью. Я уж извиняюсь за эту фотографию, но она просто невероятно прекрасна. Она одновременно показывает и то, как можно правильно распоряжаться собственным сельским хозяйством, теми ресурсами, которые вы имеете, и как вы можете очень быстро все это потерять. Это норки. Дания была лидером в мире по количеству разводимых норок, из которых делались меха, шубы, дубленки и так далее. Например, что в наших условиях, условиях России шуба это, в общем-то, некая необходимость. И мы можем выйти на улицу зимой и увидеть толпу людей в шубах, пусть простеньких, но в шубах. В Европе, в Америке шуба это предмет роскоши. Ее носят только очень богатые люди. То есть, они готовы за это платить большие деньги. С тем, чтобы показать, что они отличаются. Во-вторых, шубы там не носят для того, чтобы укрыться от холода. У меня таких холодов. Их носят для того, чтобы показать, что у меня есть деньги. Соответственно, этот товар можно впаривать за очень большие деньги. И Дания на этом тоже в свое время построила бизнес. Сильное сельское хозяйство. Хорошая школа по подготовке кадров, знающих, как работает сельское хозяйство. Как разводить животных, как подводить инфраструктуру под все это дело. Естественно, что кто-то хотел сделать на этом еще больше денег. Ну, там появились целые хозяйства. Но, к сожалению, из-за пандемии коронавируса в Дании было принято решение уничтожить все поголовье норок. На восстановление этого благоденствия уйдут, наверное, десятилетия. Это в лучшем случае. Так что норковые шубы явно в последние, в следующие лет 10-15 будут очень дорогие. датчане на этом денег не заработают. Так как же получилось так, что Дания смогла из аграрной экономики, построив, во-первых, получить себе неплохую промышленность, обслуживающую эту самую, этот самый аграрный сектор, и в итоге добиться невероятно высокого уровня жизни. Одного из самых высоких на планете Земля. Ну, во-первых, проэффективность сельского хозяйства в Дании. Как я уже говорил, население Дании примерно 5,5 миллионов человек. По оценкам ООН, Дания датское сельское хозяйство кормит от 15 до 20 миллионов человек. То есть Дания кормит себя и еще три таких же страны, как она. Там 2-3. Это очень круто. Вот понимаете, что на этом можно иметь деньги, на это можно зарабатывать. На чем они это делают? Плюс Дании в свое время очень сильно повезло. Повезло с двумя войнами начала 20 века. В Первую мировую войну Дания особо не вступала и стояла в сторонке. Это, кстати, правильное решение было. Ну, куда такая маленькая Дания пойдет? Она либо будет вынуждена вступить в союз вот этой Антанты. Ну, хорошо, Дания ограничит с Германией. Что сделает Германия Бисмарк с какой-то маленькой Данией? Военная машина Кайзеровская Германия была просто фантастичной. И что будет с Данией в этом случае? Ее просто раздавят. Значит, Дании надо вступать на стороне Кайзеровской Германии, ну, тогда сразу же ты получаешь бан со всех британских рынков сбыта и французских рынков сбыта, до которых ты имеешь доступ как по древним культурным связям, родству и так далее. Ты имеешь доступ до больших колониальных рынков. Если ты поддержишь немцев, то ты сразу же этого лишаешься, а это тебя кормит. Ой, нет, да? То есть датчане тут очень правильно рассудили. Ну, не надо думать, что было все легко, потому что после Первой мировой войны Франция, в частности, постоянно подначила Данию и пыталась вынудить Данию отобрать себе северные территории Германии. Да, часть Северной Германии, в частности, вся южная часть полуострова Ютландия и определенные прилегающие к ней территории, которые ныне являются Северной Германии, принадлежали когда-то в свое время Датскому королевству. Датчане на это посмотрели, и говорят, не-не-не, ребят, мы в этом не участвуем. Когда-то там в древности было, это вообще не пойми, там кто был, какие-то короли и вообще, знаете, вот у нас, конечно, тоже монархия, но там Германия была другой, и мы были другими. Не-не-не, вот сейчас оно так, давайте мы так оставим. Но Франция такие попытки предпринимала, то есть, как бы она пытались в пункты по капитуляции Германии прописать то, что Германия должна была передать часть северных территорий Дании, ну, в общем, как-то смогли датчане от этого пинаться. Правильно сделали, потому что в годы Второй мировой войны, видимо, наверное, из-за этого нацистская Германия тоже, в общем-то, стороной обошла Данию. Да, Дания не могла совсем остаться в стороне, не могла сказать, а мы и тем, и этим, сказать не могли. Но не втянуться в общую мясорубку у них удалось. Их никто не принуждал в обязательном порядке направлять свои войска. Без этого обошлись. Да, пришлось нам формально высказывать некую поддержку нацистскому режиму. Да, пришлось нам формально подписывать, принимать законы очень близкие к Нюрн-Имберевским законам. Но все это было, знаете, мягко как-то. Особо никто там никого не гонял, не щемил, в общем, отсиделись кое-как, ребята. И в чем же здесь выигрыш-то? Ну, первое, страна не разрушена двумя жуткими войнами. Первая мировая война, конечно, не оставила Европу в руинах, но после второй Европа представлялась бы из себя лунная ландшафт. То есть, соответственно, она не пострадала от этого. Рядом с вами гигантские страны с очень большим населением, с очень развитыми экономиками, промышленностью. Да, сейчас они в руинах, но их промышленность такова, что они быстро себя восстановят. И, в общем-то, что оказалось правдой. То есть, Европа довольно быстро оправилась вот таких разрушительных войн по меркам истории буквально по щелчку пальцев. Но Дания смогла поучаствовать в этом восстановлении. Дания в этом поучаствовала, потому что ой-ой-ой-ой-ой, в Европе там все разрушено, железные дороги в руинах, значит, поля никто не возделывает, кушать хотите, а у нас тут есть. А мы сейчас сыр, масло, молоко, мясо, все сейчас будет. Ну и Дания, естественно, на этом еще раз заработала на продаже всех этих вещей. В итоге Дания смогла интегрировать свое сельское хозяйство в общем мировую, скажем так, кормовую цепочку, назовем это так. Датские компании не просто производят некую продукцию на своей территории, продают по всему миру, они владеют гигантскими угодьями по всему миру. Гигантскими пашнями. Это все датские агрохолдинги. Они производят еду по всему миру, упаковывают свою упаковку и продают. То есть, если только само датское сельское хозяйство кормит население в 3-4 раза больше, чем сама Дания, то датские компании кормят еще больше. А куда стекается эта прибыль? Правильно. Куда-нибудь в Копенгагене, вот этот замечательный, прекрасно, красивый город. В Дании удается за счет этого за годы глобализации 20 века очень быстро перескочить индустриальную эпоху, буквально перескочить индустриальную эпоху и вскочить уже в постиндустриальную эпоху, когда основная часть населения занята в сфере услуг. И огромная масса людей в Дании работают всевозможными служащими в компаниях, транснациональных компаниях, которые имеют бизнес, имеют активы в Африке, в Европе, в Центральной Европе. Например, среди крупнейших инвесторов иностранных в российское сельское хозяйство, в российские агрохолдинги и их партнерами выступают раздатские компании. Одними из крупнейших. Что, кажется, странно. Маленькая Дания. Вот так вот страна смогла разжиреть на Еге. Это классный пример, на самом деле. И вроде бы все вот хорошо. Действительно, за счет, в основном, не в основном, исключительно за счет сельского хозяйства, грамотного к нему подхода, грамотного распределения того, что так уж сложилось, что там не получилось сформироваться латифундиям, то есть владельцам гигантских земель, которые и так получают гигантскую прибыль за счет масштаба просто этих угодий и, соответственно, не заинтересованы в каком-то развитии этих земель. Куча мелких собственников, которые были заинтересованы в развитии каждого своего маленького кусочка. Да, потом, конечно же, они просто испарились. То есть, все это все равно перешло крупным собственникам, но это собственники уже были настолько крупными, что они выходили за пределы Дании. и они работали уже по другим принципам, по другим правилам. И вот эти местечковые интрижки были уже не для них, как говорится. Это уже такие серьезные компании, серьезный бизнес. Но все ли так хорошо? На самом деле мы часто можем встретить такое утверждение о том, что Запад уже не тот, что идет закат от Запада. Про это говорят давно. Но я хочу показать всего лишь несколько цифр. Дело в том, что в 1980 году, то есть, практически 40 лет назад, ВВП на душу населения в Дании и Соединенных Штатах был, в общем-то, идентичен. Если честно, это был 99,9% от американского. То есть, на 0,1% меньше, чем в Соединенных Штатах Америки. Это не значит, что среднестатистический датчанин жил так же, как среднестатистический американец. Нет, он жил лучше. Потому что Дания это классический пример скандинавского социализма, где уровень расстояния между богатыми и бедными крайне низок. Он корнями растет из того, как формировалось Дание, как современное государство, из этой плеяды мелких землевладельцев, где каждый друг друга, конечно, видал в гробу, но никто не мог получить достаточного преимущества для того, чтобы сожрать своих соседей. Поэтому это становилось базой для более эгалитарного общества. Там не могло появиться, не сформировались те какие-то фантастические бароны, которые имели такими богатствами, что простой крестьянин даже фантазии себе представить не мог. Это все-таки не Франция, не Германия, не Россия, не Британия. Тут чуть-чуть по-другому складывается. Но в 2020 году ВВП на душу населения в Дании составляло 92,9% от американского. Можно сказать, что штаты активнее развивались. Но если в течение 40 лет такое происходит, это такая плавная линия получается, то вы постоянно чуть-чуть опаздываете, чуть-чуть отстаете. И это хорошо. При этом уже сложно сказать, а среднестатистические датчане живут лучше, чем обычные американцы вне, потому что индекс джиния, то есть индекс расстояния между богатыми и бедными, в Дании неуклонно растет. Да, это лучше, чем во многих странах мира, лучше, чем в европейских странах других, лучше, чем в Соединенных Штатах, тем более. Штат вообще сравнивать нельзя. Но все-таки расслоение растет. Богатство Дании складывалось и формировалось несколько других условиях, а теперь эти условия начинают чуть-чуть меняться. И как это скажется на Дании в дальнейшем очень сложно сказать. Пройдет ли датское общество через это испытание, сможет ли выйти оно из него? Нельзя сказать. Видеть ли вообще датское общество в этом проблему? Оно замечает ли растущее расслоение между богатым и бедным? Хотя само Дании к этому непривыкшее к подобному. Оно видит его или нет еще? А как оно себя поведет, когда увидит? Еще раз говорю, это общество непривыкшее к подобному расслоению? Как себя поведут люди, когда вот это все вскроется? Очень много вопросов довольно неприятных на самом деле. И цифры показывают, что ситуация действительно как-то движется плавно, плавно движется, черт знает куда. Что единственное можно сказать, Дании тысячелетиями люди, жившие на этой территории, какие-то нынешние датчане, до этого какие-то германцы, норманны, протогерманцы, да, то есть вот эти все странные племена, неважно кто они были, они все равно на этой земле, на этой территории в первую очередь делали деньги, делали свое состояние на сельском хозяйстве. То есть это такой традиционный аграрный уголочек. Просто напросто за счет более предвестечения определенных условий и факторов люди, живущие на территории современной датчане, они смогли правильно воспользоваться этим. И смогли на этом построить очень многое. Ну, плюс, конечно, помогло близость больших рынков сбыта, когда можно сбагривать эту продукцию. Германия, извините меня, ну, это Германия. Даже когда она была раздроблена на сотню каких-то непонятных княжеств, она все равно была в совокупности очень богата, туда можно было свозить продукцию вообще без проблем. Выходы на рынки, которые предоставляла Англия, выходы на французские рынки, опять же, через все эти игры, балансировки и древнее родство, вы можете у тебя, у тебя, у тебя, у вас же нормандия, наши предки приплывали к вам и так далее. То есть, все вот эти вот игры, культурные, исторические, некое родство языков, оно тоже открывало двери, двери во внутренние рынки крупных империй. Да, чем они этим правильно воспользовались? Они смогли все это грамотно использовать. И тут вопрос, а почему именно они смогли этим воспользоваться? Ну, возможно, все-таки вот это условие того, что у вас нет крупных латифундий, нет очень крупных собственников, а множество таких средних собственников, не способных подавить друг друга, но желающих заработать больше, оно сформировало такое общество, которое действительно было нацелено на более эффективный выход, на более эффективное использование того, что имеется. возможно. Возможно, это так, это гипотеза. Я здесь не могу утверждать со 100% уверенностью ничего подобного. Тем не менее, я обрисовал те проблемы, которые сейчас нарастают в Дании, которые показывают, что, в общем-то, Дания начинает постепенно терять свои позиции, как по уровню жизни. Посмотрим, как это скажется. Будем надеяться, что датское общество все-таки найдет выход из этой ситуации сможет сохранить вот этот прекрасный, замечательный, действительно замечательный уголок рукотворный, потому что Дания, в общем, вся теперь перепахана. Там было много болот, их не стало, там теперь дороги, города, деревни, поля, по которым коровки гуляют. То есть, Дания, по сути, дело вот этими людьми была вся перепахана и построена заново. В общем, трудолюбивый народ. и уникальный пример того, как на базе только сельского хозяйства при грамотном подходе можно построить благополучное общество. Вот такая вот получается картина здания, как мы видим, вроде бы страны очень близкие со Швецией, то есть, географически. Примерно одинаковая культура, то, в общем, одна и та же буквально. То есть, примерно все то же самое, что в Швеции, но совершенно по-другому разбиваются. Ну, тут территория, конечно, меньше, она чуть более сложная, потому что какие-то острова и так далее. В Швеции это все-таки большой полуостров, южная часть которого это просто большая равнина. Да, они чуть сложнее, с географией чуть иначе. Вот, как мы видим, то есть, вот небольшие, вроде бы все похоже, а вот небольшие отличия, и как мы по-другому видим развитие общества, как по-другому оно развивается другими путями. Вот, такая вот у нас ситуация со зданий. Следующий вебинар будет на тему Гонконга. Тут будет вообще все по-другому. Тут все, как мы любим. Торговля людьми, торговля наркотиками, отмывание нелегальных доходов, укрывание военных преступников. Я тоже буду относиться к экономической истории, эта территория. Крах Китайской империи, колониальные войны, в общем, все как, то есть, вот там экшена завезут в огромном количестве. Уникальный город-государство во многом, ну, уже не совсем город-государство, но такая интересная территория, там будет весело. А на этом у меня пока все. Что ж, если у вас будут вопросы, то запись будет выложена, можно будет под запись, под записью оставить свои вопросы. Я уже вначале сказал, что вопросы конкретно, а вот какая компания, во что там вложиться, цель этих вебинаров несколько другая. Она о том, как те или иные общества умудряются добиться успеха или не добиться успеха, исходя из тех условий, которые у них есть. то есть какие происходили процессы, почему они-то происходили. Это, конечно, такой просто обзор, а не совсем подробный. Мы, конечно, еще не рассматривали страны, которые не смогли ничего добиться. Они несколько сложнее, на самом деле, чем небольшие страны, добившиеся успеха. С ними все чуть-чуть посложнее. Немного. А на этом пока, соответственно, у меня все.